Трудки. Село в Покровском районе. Сегодня, как бы это ни звучало, очень близкое место к отголоскам Великой Отечественной войны. Широкая долина реки, пересеченная многочисленными балками и оврагами, высокие склоны, наличие холмов, способствовали тому, что гитлеровцы чувствовали здесь себя защищенно. Сама природа им в этом помогла. После провальной битвы под Ельцом в 41-м немцы, отступая, остановились в этом районе, превратив тем самым трудки в укрепленный рубеж. После недельного сражения, несмотря на натиск наших войск, гитлеровцы смогли удержать позиции. 15 месяцев они зверствовали в населенном пункте, а уже в декабре 41-го они произвели в селе два массовых расстрела. С этого места хорошо видна линия фронта. Памятный знак. На нем надпись «Перед тобой многострадальное село Трудки. Орловская хатынь». Список, 155 имен. Они все погибли здесь во время оккупации. Первые расстрелы фашисты произвели после того, как заподозрили местных в связях с нашей армией. Здесь покоятся комсомольцы, которые рыли могилы для своих. По словам местных, после их же заживо в эту яму и бросили. А потом нацисты в Рождество 7 января устроили большую акцию устрашения. С раннего утра началось изгнание мирных жителей из домов. Немцы не давали ни одеться, ни взять имущество. Хотя бы как-то подготовиться, потому что суровая зима была в 42-м году достаточно. И люди не успевали одеться для того, чтобы подготовиться в дорогу в холодное время года. Немцы на это не обращали внимания. Некоторые пытались спрятаться. Заходили в дома, думали, что переждут, пересидят. В подвалы забегали. Но немцы не церемонились. Сжигали дома с людьми, а в подвалы бросали гранаты. В результате все пространство было превращено в мертвую зону. Дорога по селу привела к свидетельнице тех страшных дней. Анна Васильевна одна в своем доме не ночует. Приходит только днем поддерживать порядок. Матки, шальза отсюда. Шальза, выходите. А куда выходите, мы голые. Шальза гоните. И оттуда гонят из подвала. И соседа из подвала выгоняют. И погнали. И пошли. Анна Васильевна вспоминает, когда шли по дороге из деревни, видела собственными глазами поля, заполненные замерзшими людьми. Они тихонько сидели кружками, семьями, присыпанные снегом. В Орловской области это был, пожалуй, самый крупный террор. В феврале 43-го, когда наши освободили трутки, никто даже не встретил. Только трупы измученных людей. Естественно, здесь есть большая братская могила. Это очень памятное и знаковое место. Ежегодно на братское захоронение приезжают родственники погибших здесь солдат. Из Орла, Ценска, Липецка, Москвы, из Волгограда, из республики Алтай. А это передовая, где проходили самые ожесточенные бои. Полегло здесь более двух с половиной тысяч наших солдат. Местные жители посчитали долгом на этой высоте поставить памятник и создать пространство для того, чтобы люди могли сюда приехать и узнать об истории этих мест. Траншею подвели, все это будем делать, все это будет выравниваться. И мы в этом году планируем этот мемориал сдать. Все это делается на народные деньги. Мы ни у кого больше ничего не просим. Сами все. На местной школе мемориальная табличка с именем отца нашей героини Анны Васильевны Селютиной, полный кавалер Ордена Славы. Вот он, настоящий герой, которого здесь будут веками помнить. Собственно, в музее на территории нам доказали, что забыть страшные дни войны спустя поколение невозможно. Проводили конкурсы на сбор экспонатов. Дети приносили с удовольствием все экспонаты, которые они находили у себя в доме или где-то там еще послевоенный период. В земле можно было обнаружить. Все это они находили, приносили. Таким образом у нас вот собрался небольшой наш школьный музей. Орловская хатынь. От событий и фактов из истории села стынет кровь. Мы не просто переживаем всю боль, которую принесли на нашу родину нацисты, но и запоминаем. Проект без срока давности все больше и больше дает нам понять и напомнить, что такое бесчеловечность. Из Покровского района Всеволод Трифонов, Анатолий Пикуров, Вести Орел.